всем привет с вами я сергей малошенко и сегодня мы играем в фифа 18 сегодняшний наш выпуск будет посвящен мануалу по фифе или как заработать монеты собрать топ составы без вложений да в принципе фифа ну в принципе во всех версиях фифа это было возможно и вполне принципе просто и многие уже знают но сегодня прям по самым говорится таким низам ударим то есть принципе кто это знак кто не новичок фифа я думаю для всех будет это как говорится известные факты которые буду говорить но для тех кто не знает или кто только начал с фифой знакомиться я думаю будет довольно интересно начнем с довольно простого в принципе как заработать фифе в принципе для этого для нас создан трансферный рынок и в принципе возможности здесь много конечно да много и меняется с каждым годом где-то становится тяжелее где-то наоборот проще начнем пожалуй с самого распространенного это продажи игроков ну вначале вам дают конечно игроков таких что их продавать нельзя и первое то что самое тяжелое это где взять монеты мой вам совет заходим в меню называется каталог правый так сказать стик по центру и первое что нам нужно это увеличение монет до 1000 это прям действительно вам поможет особенно на первые 15 матчей вы просто можете элементарно играя пускай даже и проигрывая пускай несыгранным составом заработать свои монеты ну в принципе это классно плюс вам даются за то что вы играете то есть это не просто 1000 то что вы там например заработали свои монеты за голы за пропущенные за все остальное и вам сверху еще припадает в принципе нормально за 10 матчей я вам говорю 15 получить это вполне неплохой банк что дальше что делать дальше мы будем с вами говорить по минимуму собирать составы это мы разберем но собирать составы нужно по то есть забудьте сразу о всех тяга сильвах робертах ливандовский криштиана роналу вы будете играть достаточно рандомными пацанами и принц начиная с десятого дивизиона вам они покажутся но вполне себе боеспособными и вполне себе удачно на чем можно заработать фифе но понятно что на продажах игроков но фифа берет пять процентов потому принципе такая тяжелая схема особенно она очень сильно касается дорогих игроков то есть представьте если игрок стоит 110 вычтете оттуда пять процентов и принципе там ну не так уж и легко если только вы не купили игрока раньше чем его цена поднялась ну для этого всего подождите начнем пока заработка я его называю на клубных предметах что у нас популярно ну это если вы посмотрите игроков разных их тысячи даже ну может около миллиона то есть принципе каждый выбирает себе свою обойму и угадать кто кем играет ну достаточно тяжело но можно да то есть имена знаменитые и принципе если у игроков есть скиллы хорошие и сам игрок но то все равно то есть здесь индивидуально и но и есть одна несколько которые берутся практически у всех это я называю клубные предметы это эмблемы это формы это мечи и это то есть достаточно много видели что эмблемы в принципе у многих достаточно я бы сказал индивидуальных немного то есть все берут если ты болеешь за барселону ты берешь барселону если полезешь за баварию за баварию и третий вариант просто если тебе нравится то есть ты можешь взять какой-нибудь плимут из третьего дивизиона англии и ставить его себе своему примеру начнем с эмблем в принципе что вы можете для себя сразу выбрать выберите для себя на несколько популярных эмблем то есть поиграете пару матчей вы поймете что в основном используют довольно по пути проблемы то есть это будет бавария дортмунд реал мадрид барселона манчестер юнайтед манчестер сити сейчас очень популярен ну начнем наверное самого популярного это у нас чемпионат испании ну реал и барселона я думаю для всех это просто что сразу для себя отметим сразу вам скажу когда вас мало монет на рынок после 6 вечера вообще не суетесь цены подскакивают в три раза то есть если вы днем и суток купить там за 200 монет то вечером дешевле 800 монет вы ничего не купите на и мы с вами и будем играть то есть ваша задача закупаться по максимум желательно утром днем и про то вечером это работает действительно это может много заработать но понятно что не у всех есть возможности сидеть утром и тем более днем если вы работаете школу подобных нет возможности для этого есть телефонное приложение ссылочку я постараюсь скинуть внизу она принципе так называется фифа 18 фут футбольный ультиматум тим все трансферы можно совершать там не выходя там грубо говоря с работы со школы и откуда угодно и занимает это мизер времени сразу для себя ограничен ну к примеру эмблема 200 монет тут будет все зависит от того какой спрос то есть видите принципе уже сейчас я могу себе по 350 набрать этих эмблем еще раньше я думаю утра зайти из часов 8 9 то можно вообще собрать полный шик но мы с вами парочку эмблем с собой заберем по 150 но принципе я вам советую до 250 вы эмблемы можете брать просто дороже но принципе перепродажа не так сильно скажется мы с вами парочку возьмем реал что еще у нас есть реал мадрид здесь вообще прям по мизеру эти 200 монет так продолжим поиск это как говорится 200 это вот скорее всего только что выложил сам рынок фу до фифы и спортс и его еще не успел никто купить то есть мы по вами работаем по времени запомнить для себя 59 и грубо говоря и 50 59 минут 50 секунд ну то есть то плюс минус 10 секунд это время которое еще никто не успел грубо говоря прочекать и мы с вами забираем оттуда самый прям номинал так что у нас еще есть ну вот примера дам сэмблема давайте не будем долго размусолить потому что еще много всего как их продавать не нужно ставить максимальное время самый пик это час каждый час выкладывать это идеально потому что вы представляете да сколько имблем укладывается если вы будете постоянно ну то есть они будут в самом низу то есть там 12 часов то чтобы до нее дойти условно говоря это нужно реально постараться это только найдет ее тот кто действительно ищет эту эмблему и которому не впадал а таких такие обычно очень сильно любит экономить и вы понимаете заработать на них ну очень тяжело это должно реально повезти потому каждый час я ставлю для себя когорту пятьсот пятьдесят восемьсот это очень хорошо уходит ты в принципе готов купить ее за пятьсот пятьдесят но и восемьсот для тебя не дорого то есть возможно что накупить сейчас будет ну ориентир здесь делается на восемьсот можно еще конечно сделать другого городу это более дорогие если вы видите что рынок вечером заполнен вашими эмблемами и пятьсот пятьсот пятьдесят восемьсот они уходят очень быстро то мой вам сосед восемьсот тысяча двести тоже будет довольно часто уходить но сразу вам скажу то что сейчас на рынке эмблем довольно такой снизился очень много стало быть таких умных и эмблемы формы и все остальное не так сильно работает как раньше то же самое касается и форм ну самые популярные я не знаю там кого сейчас ну давай манчестер сити за 200 монет я думаю мы ничего не купим толкового то есть там условно говоря то же самое по форме смотрите покупаете что по минимуму если не находите за 200 то купить сейчас там примеру 300 я боюсь выдадут самый общий шлак такой но наше время ведь 59 и 9 мы уже прошли значит ничего толкового не будет то есть будет такой рандом чик я называю это ретро формы которые принципе выдаются вам в начальных паках и они в принципе никому вообще за бабки не нужны то есть можете сразу про них забыть ну и в принципе ищите стадионы то же самое касается вам нужно найти один популярный стадион ну к примеру парк депрэнс ну и то парк депрэнс я думаю не особо катает нам нужны прям Сантьяго Бернабео Альянс Арена видите тоже 100 150 у нас нам стадионах я думаю тоже много не заработаем сейчас с вами пробьем самые дорогие как пробивать самые дорогие то есть составляйте минимальную цену ну условно 2000 и вы сразу видите на чем есть ажиотаж ажиотаж есть на Сантьяго Бернабео на Энфилд на Эмер Олд Траффорд и вот на них можно в принципе зарабатывать то есть берем Олд Траффорд берем 150 и покупаем но честно для себя вообще когда у вас монет немного забудьте про это это ну это шик это на то что заработать тяжело то же самое касается мечи вы возьмете какой-нибудь пак начальный и вам все эти мечи выдадутся их продавать нет смысла эмблемы формы и вот сейчас перейдем к самому интересному также персонал но персонал это так особо поговорим это уже к выбору схемы смены позиции сыгранности контракты контракты я вам советую сразу для себя выбрать по 200 покупайте обязательно матчи 28 да и все и поехали но контракты вы сможете дешевые купить только с утра вечером вообще их не будет и они будут стоить ну представляете да сколько их я могу спокойно вечером продать за 800 сейчас я их покупаю за 200 за 150 тоже достаточно выгодная схема сейчас контрактов стало много в принципе я думаю тоже на этом можно не заработать но игрокам если их при умножении до этого мы тоже с вами дойдем умножение это при выборе на игроков уже как умножать здесь контракты эта тема тоже рабочая и сейчас я вам скажу самая такая актуальная схема как можно заработать это игроки игроках можно зарабатывать в принципе я не буду касаться того какой состав вы будете собирать именно как можно заработать наша задача брать на купить сейчас купить сейчас запомните рандомный обычный золотой игрок выкладывается с ценой 300 монет и купить сейчас 350 под них очень много кто копает то есть их раскупить ну реально это тяжеловато видите да то есть вот у нас сейчас не получается ну давайте поставим с вами 400 и мы с вами вот можем запомнить в принципе кого нибудь когда у вас 400 старайтесь брать достаточно популярных персонажей ну вот например ноури и и расценивать забнина 100 процентов купит это наш русский видите его уже забрали клише вы смотрите какой чемпионат чемпионат лиги я думаю в ряду катит герхард надо смотреть по цифрам о десантра я думаю его при возможности вечером чемпионат германии шальки я думаю могут купить и вот так для себя ищите например да и вечером вы его уже выставить да даже не вечером в принципе его выставляете рано или поздно за 550 800 у вас его купят да деньги небольшие но бывает что попадают достаточно такие интересные изумруды обязательно проверяйте сравнить цены и если вы окажетесь в топе а ноури это достаточно популярный персонаж особенно после своей группы горя смерти его могут покупать да здесь монет немного но если вы будете покупать достаточно утроноки ай 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 я забыл про рано кьму у рано кьи есть один минус комм никто его никогда в жизни для центрального ...скоростью 43, ну, вы сами понимаете. Когда вы поиграете в FIFA, вы все поймете, что скорость 43, это очень низко. Старайтесь покупать, да, достаточно популярные фамилии, но и тоже не увлекайтесь по поводу этого. В принципе, так можно себе состав собрать на первых парах. По поводу состава мы сейчас с вами чуть позже перейдем. И продаете. Ну, самые прибыльные заработки – это, пожалуй, контракты. Вот эти вот именно, вот, 28-х по 152. Это эмблемы, достаточно популярные. То есть вы просматриваете рынок и вы смотрите, где есть там, о, видите, 350. Ну, их сразу забирают, прям их нужно очень сильно полить. И видите, время у всех – 59. 59 минут. Вот, это вот наше время, где мы можем забрать игроков. Так, вот, вот даже Old Trafford купили. Ну, давайте с вами выложим Old Trafford. Я думаю, конечно, сейчас его никто не купит, но кто знает. Ну, и один контракт. Я контракты стараюсь себе забирать, потому что очень быстро они заканчиваются. Ну, можно попробовать выложить. Вечером посмотрим. Давайте даже так, 500, 800. Так, и остальное все заберем. В принципе, форма даже гостевая есть. По 150. Ну, если просмотреть рынок и понять, что, как говорится, пользуется популярностью, можно неплохо зарабатывать. На этих даже эмплемах, формах и тому подобное. И вы очень быстро дойдете до болтиника. Так, теперь давайте разберемся. Вы начинаете с низов. Десятый дивизион, в принципе, для вас уровень сопротивления там, он довольно низкий. Запомните, что FIFA подходить системно. Вы берете в Ultimate Team, залазите не в последнюю очередь, ну, хотя бы не сразу. Для себя режим карьер. Поймите под свой ОЛО и представьте. Вы будете играть с игроком сильнее вас и тому подобное. Я определенную схему. Я подобрал 3-5-1, точнее, 4-1-2. Это, в принципе, достаточно удобно. Во-первых, схема с тыками, она достаточно оборонена. Если ее грамота подставит. Здесь есть, как мягающих, для меня это очень удобно, человек под ними. Как и полузащитник, то есть, если против меня выходит чувак с черными карточками, в паузу и центрально он так учен, что, брат, ты будешь сегодня помогать защите. Либо против, я начинаю понимать, что парень раскладной, хоть состав нормальный, то я там, условно, там уже фикирую. Иди вперед, будешь чертапом. Остальные ему убить. Для начала подбирайте схему. Схема позиции, да, они важны. Еще есть приложение. Это футвиз. Это тоже я в ссылочку вставил. Очень удобно. Там выматривать саму силу игрока. Слабые стороны, потому что рейд, поймите, он довольно расплывчат. То есть, у меня есть дингом 76. Силы такие, будь здоров. Рейтинг падает только из-за того, что атакующего. То есть, у него нет завершения атаки, у него нет, который мне нафиг не нужен. То есть, атака, он, в принципе, хорошо, великолепен в отборе, силен и тому подобное. То же самое касается Бразилии Сона, Маркельницы. Он полный аналог Тьяго Сильвы, Ген Вадим. Единственное, Сильва, наверное, физически чуть, но, говорю вам, в длине, для вас это сыграет роль. В футвизе, видно, возьмете какого-нибудь Лемара, скажет, что вы, в принципе, его можете поставить и на правый фланг. А итог, да, он здесь поиграл, но он не потеряет. То есть, если у него рейтинг 83, справа он будет действовать рейтингом 81. Не имеете особой разницы. То же самое, что ПФД Тауина. Вы можете ставить на правый фланг, он не теряет ничего. Или СДБ, он спокойно. Ну, круто, право полузащение. Желательно, чтобы он был по ФЗ, потеряет. Или Брума, который одинаково действует на правый фланг. Но к игрокам чуть перейдем. Конечно, давайте разберемся. Просто поставить 4-1-2, это как делов. Она достаточно стандартная, и там не будет много видно. Набираем с вами управление составом и указания игрокам. Вот тут начинается менеджер, где вы можете под себя. Что я делаю? Для меня самая главная плотность. То есть, о плотности игры задних. Во-первых, 3 защитника, они опять ширину, будь здоров. А если еще опустятся 2 крайних хава, то это получится 5 плюс 2 хава центральных. То есть, вообще, 2 линии мы перекрываем соперника. И прорваться через такое, даже с учетом, что у меня 3, достаточно тяжелые. Но чтобы это работало, нужно давать указания игрокам. Во-первых, все 3 игрока остаются сзади при атаке. То есть, вы видите, да? Чтобы они там подключались, играли нападающего при атаке, но это мне не нужно. С кому атаковать? Дальше, самое интересное. Это у нас идут фланговые полосочники. Обязательно для них, по крайней мере, в модели, чтобы они уменьшили широко играть на фланг. Ставлю, чтобы они обязательно возвращались. Что у меня супер атакующий, чтобы он стоял там. Что не проходил через эту. Также, без мяча, с помощью. То есть, когда требуется, помогает. Когда у меня дали вперед, он мне нахер там. Сбалансировано забегание при нахер тоже удобно. Когда идет подача, хотя бы замыкать. То есть, если он, то он замыкает. В принципе, чтобы он ждал у границы. Ну, я ставлю сбалансировать, смотрит после утра. Здесь, в Фи-фе, я вам советую, потому что сбалансированность. Они себя ведут по-разному. То есть, если Ди-Бетт, он защитник, он не... А если ты поставишь мальчик, как шальной туда, вот просто, в эту штрафную. И будет обрез, если... То правый фланг будет проседать. Для этого есть опорники, которые стом успеют. Сейчас, дальше. Лемар. Который свободное перемещение, потому что он ищет зону. Врывается. И в фланге самое главное, чтобы они вернулись и играли на фланге. Они держали ширину. Центр поля насыщен. Там, получается, как минимум, трое центра хава плюс трое защитников. И нападающих туда возвращают. То есть, центр поля будет насыщен 5-6 человек. И мне крайние хавы, они должны, наоборот, разводить. Спокойно могут делать диагонали. Центральных хавов, я говорю, что вы, ребята, в защиту. И вы обязательно должны при атаке. Еще, конечно, я, к примеру, мужа Сирии ждать у границы. Чтобы они не рвались штрафной. Потому что, если ты им не поставишь, то они будут лезть. И то есть, он уже не будет оставаться сзади при атаке. А касается, когда вы делаете не просто пас. Опасно забегание. Зажимаете ЛБ. Это бокса 300 ватт. Сжимаешь. Добегать, то он побежит туда. Но если у него братан должен замыкать навесы, то он туда не будет. Он ровно до штрафной будет. И это удобно. Фикир. Ну, десятка. Номер 10. Да, в нашем подстроении. И это... Ему обязательно оставаться впереди. Свободное перемещение. Но, опять же, впереди вы смотрите по сопернику. Если против вас выходят черные карты. Или там став Криштиана, Месси и тому подобное. Лучше подстрахуйтесь. Играет в центре поля вначале. Вы можете сделать замену. Чтобы он штрафной вообще не влажал. Он его задача. Отдаваться и быть на подборе. И когда вы ему говорите оставаться впереди. То есть, этот троица будет угловой. Выбили. И у вас троица. Ну, по нападающим вот здесь вот уже каждый выберет себя. К примеру, кому-то будет удобнее играть, чтобы один нападающий играл в оттяжке. Чуть ниже, следуя за мячом. Второе, чтобы наоборот забегал защитников. Я поставлю, чтобы они оба смещались. Нафиг играли шире. И забегали за... И обязательно постоянно прессинговали. То есть, они троют... Дальше у меня большой отрыв. Пока они прессингуют защитников. Не досовываются. У меня восьмерка. Ну, как восьмерка. Вратарь. Они пока на свою половину. И все. Это перекрыто так, что вот эти семь человек, они закроют так зоны, что с мячом. Ну, и забегать вперед это. То есть, они открываются. То есть, фикиру с мячом. Кроткие стеночки. И я их... Конечно, здесь делается акцент на скорость. Но, еще раз говорю. Попробуйте в начале в карьеру. Подберите для себя игроков. Сразу откиньте для себя. Вы не сможете купить его. Или там, условно, файл Мбаппе за 20 тысяч. Сделать какой-нибудь... На других игроках. То есть, в начале вы собираете по 350 монет. Условно говоря, как я вам уже говорил, по 400 монет. Вы можете состав. Сейчас я вам покажу пример. Заходим на трансферный рынок. Да, там, условно. Вы сразу для себя выберете то. Чемпионат Англии достаточно довольно дорогой чемпионат. Но там достаточно большой выбор. С другой стороны. Выберите для себя чемпионат. Я взял Францию и Германию. В принципе, да. Берем Англию. Максимум купить сейчас. Вам сейчас не должно работать. Для вас сейчас, главное, не спешка. Ваша задача 400 монет. Найти игроков. И еще делайте для себя, к примеру, ограничение. Там, к примеру, защиту. И вы начинаете подбирать. К примеру. Ну, желательно, чтобы вы уже пример себе прописали. То есть, где-нибудь на блокнотике. Что вы хотите. Там, условно. Роуза, справа Уолкера. Косильни и Бои. Это подбирать. То есть, если вы смотрите, что вы можете купить. К примеру. Сейчас, Дерек Роуза, да. Ё-моё. То вы покупаете, если у вас есть на это возможность. Но зачастую, там, 2000 это не потянуть. Потому что я говорю, топовый. Да. То есть, вы сейчас покупаете максимально приближенно к тому, который вы хотите для себя. То есть, вы наиграли карьеру-моду. Посмотрели. Да, там, к примеру. Сон из Туттенхема. Жежус и Мане. Блин, вообще в порядке. И вы к ним стремитесь. Но вы их сразу купить не сможете. Вы постепенно. То есть, закупаете, ребят. Примерно подходящие под эти характеристики. Да, там. Условно. У вас схема 4-3-3. Начинаем с левого вингера. Вы смотрите. В принципе. Так, мы ограничения по чемпионату не поставили. Ну, тоже ограничения по чемпионату. Опа, видите. Не нашли мать таких. Вот формы. Это, да. Вы понимаете, какие цифры. Его главная скорость. Дриблинг. И удар. Да. Таких тяжело найти. Есть Ниаса. В принципе, подходящий. Берахину. Я считаю, что за 300 монет вполне толковый чувак. У которого есть слабая нога. Можно купить. Но, говорю еще раз. Англия достаточно довольно дорогой чемпионат. Где тяжело. Вот Айю. Для меня довольно такой интересный. С финтами причем. Но он в обороне не отрабатывает. Ну, и Ниаса. Для себя смотрите, кто вам подходит, в принципе, по манере. Желательно, чтобы вы его попробовали. То есть, попробуйте его в карьере моды. Вы поймете, как он двигается. Либо он деревянный. То есть, цифры, да, тоже. Фут виз есть. То есть, вы можете посмотреть диагноз. Что он, как хорош или ни о чем. Закупайте для себя примерно. Небольшой составчик. Я советую, если вы только начинаете брать какой-нибудь 4-4. Но, опять же, схему выберите для себя сразу. Под нее просто примерно, вы уже поймете эту схему. Для вас в 10-м дивизионе играть будет очень просто. И вы под эту схему просто будете двух игроков обновлять каждый сезон. То есть, нас собрали монет. Одного-двух в каждую и купили. Мой вам совет использовать два состава. Ну, в принципе, как я сейчас делаю. То есть, чтобы не тратиться на физуху. То есть, физик. У меня есть французский чемпионат. Есть нефиг. Я их просто меняю. Три матча сыграл эти. Обновил состав. Да, довольно тема. Но, поверьте, дорого. То есть, лишнюю десятку. Считайте, сколько вы будете тратить. И сколько вы матча сыграете. Вы, я думаю, все поймете. Также вам советую обязательно, чтобы у вас было парочку замен. То есть, видите, для себя. Ну, во-первых, обязательно у вас аренду. Берите их по максимуму. А если еще есть, выходите прям, бейте их. Чтобы вы их понимали. И по них подбирайте. Акцент. То есть, нужно, что здесь набросать себе состав. То есть, попробовать его даже в карьере просто. Если вас все устраивает, их пособирать. Прособираю его, да, для себя состав. Потом я понимаю. К примеру. У меня место будет, да. Вот для Казета. Нормально. Я его, условно говоря, сюда ставлю. И без потери качества. На... По сути дела здесь будет. Десятка у него будет. Он у меня встанет сюда. Они составят ровскую скоростную и мощную диаспору. Плюс, видите, Лемара я... Хотя он у меня был все время. Фикир. Фикир, в принципе, здесь не... Что Каполя подбирал как? Виз. И... И, главное, глава акцента должен быть выносливый. Краешки, чтобы у них... Они держали... То есть, маркетинг. Да, то есть, витали позицию. И достаточно довольно сильная скорость. То есть, малькоростью и дриблингом. Сиди Бэ берет такой средней скоростью, но он берет защитой. То есть, я его выпускаю в воронцу, когда нужно сахалить и тому подобное. И он, в принципе, цементирует. Еще раз говорю. Тольных защитников. Здесь два персонала и один подстраховщик. Подстраховщик должен быть очень быстрый, но он должен быть... Маркинсон. Он отлично играет персонажа. Он может сахалить любого напа. И он мне нужен именно как персонаж. Если он будет страховать, им постоянно догонять. И кажется, как рейтинг 80. И там, условно, отбор у него там 8 дней. У него где-то так отбор. Ну, там скидывается из-за подкатов. И все. Говорю, вот рейтинг, кажется, это достаточно... Футвизи... Ну, в принципе, даже и футвиз вам не... Вы заходите в самого игрока и заходите в характеристики. И вот вы видите его защиту. У него игра головой 80. И из-за этого его 85-86 срезается. То же самое касается физподготовки. У него достаточно сильные прыжки. Да, там... Но у него все срезается, к примеру, силой и выносливостью. Ну, я вам... Примерно, да, там... Или силу удара. Ну, то есть, атака... Ну, бывает, срезается. Хотя, посмотрите, вот передача. У него отличный навес. У него хорошее... Ну, среднее видение поля для центрального защитника. Это реально хорошее. А короткий и длинный пас. Это вообще, там... Бля, это Тиаго Сильва. Просто готовый. Но у него все срезается. И того, что подкрутка и точность ударов. Кому она нахер нужна? Ну, у него срезается все это до 68. И он становится довольно средним игроком. В этом плане. Вам не нужно на этом полу. Вот защитник. Самое главное, чтобы у него была защита. Так, сейчас покажу. У него самое главное, чтобы была... Напор. Опека. Отбор. И я, в принципе, брал еще по реакции. Скорость рывков. Ну, мне главное, чтобы не ниже 60. Чтобы они, в принципе, могли догнать. Но по теме, где защищается... В принципе, догонять не будут. С опорников, то тут я брал выносливость. Вы сразу поймете. Беря Фабинио, это идеальный опорник. У него есть отбор. У него есть перехват. У него есть напор. Для вас достаточно вначале будет выносливость и перехват. В принципе, поэтому я купил достаточно среднего Лукаса Диаукса. У него была выносливость. У него, в принципе, был нормальный отбор и напор. Плюс он может покатать мяч 76 для опорника. Это нормально. Его задача отдать мяч. Сири, вот это уже чуть послабее парень. Но я его брал из-за того, что он может придержать мяч. То есть Фабинио носится. Этот устает и его уменяет Диаукс. То есть здесь расчет на замену. Дальше. Десятка. Подбор десятки. Здесь самое главное. Не только десятки, но и атаки я беру. Да, скорость это важно. Дриблинг это тоже важно. Но самое главное для себя. Выносливость вообще забудьте. То есть у вас есть замена, если что. Фекир, он, в принципе, атакующую позицию держит здорово. Мне главное самое, что у него есть. Дриблинг. У него есть баланс, а это вообще очень важно. И ловкость. Дриблинг и ловкость. Это значит, что он будет между защитниками просто вилять. А в случае десятки идеально подойдет, если у него хорошо развит пас. Ну, видение поля пас. Хотя бы до 80. И сила удара. Ну, сила и дальний удар. Сила и дальний удар это делают вашу десятку просто бомбически. Потому что все ждут от него, что он будет играть на напов. А у меня фекир. Помимо того, что он может отлично ударить, так он еще владеет обеими ногами. Но опять же, здесь это не видно. Фудвиз. Там написано, что он обеими ногами будет здоровый разобит. И он у меня в 23 играх 11 голов забил. И всего лишь 6 головых сделал. То есть он спокойный. Если его не притингуют, они, защитники, держат 2 центральных двух напов. То есть опорник не успевает. Фекир. На ударной позиции удар издалеку. Дальше идут мои нападающие. Ну, тут, конечно, я стараюсь брать 4 из 4, чтобы было. И дальше идет у нас разгон. Ну, скорость это, да, круто, конечно. Для меня главное, чтобы еще был дриблинг. Ловкость. Хотя бы 75 с балансом. Ну, у МБП, конечно, очень классно развито завершение. Ну, завершение это, конечно, хорошо. Но поверьте, чуваки с завершением 80, я думаю, вас даже 75 не подведут. Плохо, конечно, дашь, когда у него, условно говоря, дальний удар слабенький. Ну, это ничего страшного. Этим у нас все, как говорится, убивает. И, во-первых, и Локозету. Ну, конечно, для напа. Причем Локозета я бы вам советовал, если есть возможность, его наигрывать с АПшником. Он идеально для этой должности тоже подойдет. Но у меня есть фигир. Я, в принципе, ничего не страдаю. Врат, самое для меня главное, это чтобы у него стиль был акробат. Я не знаю, почему. Но для меня почему-то акробаты, они стоят лучше. И самое главное, чтобы у него была реакция и скорость. Если у него есть реакция, в принципе, может брать несколько серий ударов. Что еще под... То есть вы выбрали схему, под нее можете набирать игроков. Плохо Франция. И, с одной стороны, потому что топовые игроки здесь недорого. Но эти топы, они одни и те же. То есть возможности для какой-то гиббора игроков. То есть, в принципе, вратарь. Условно... Блин, я, извиняюсь, забыл. Наверное. Исп... Да. Да, там, условно. И вратарь Субашич. У меня вариантов, по сути дела, вратарь. Я вот взял кардинали. Средний, недорогой. У меня пока не подводил. Защитников, ну что у меня есть. Вариант из Тиаго Сильва, только сюда, Тиаго Сильва. Шеферсон, это самый Блинг. И Данур, это слабый. Это же... Так сказать... Подобие его... Маркингензиона, самый сильный. Наверное, будет один из самых сильных центральных. Дальше идет. Право. Мальком. Вильнее Малькома, я не знаю. Планга, если только именно в защитную линию брать. Я сюда Дани Альвеса могу только. У меня есть и Марси Дибе. То есть, я дошел до максимума. Центр поля. Фабинио, самый сильный. Это самый сильный. Сири. Ну, есть еще кого можно сюда поставить. Есть и ПСЖ варики. То же Монако тоже можно. Но по выносливости, то есть Деокса, я себе забрал. То тоже максимум. Лемар, это максимум. Максимум второй НАП. Это там Кавани, скорее всего. Есть варики. Неймар может кого-нибудь пробовать. Только в атаку я могу сам. В принципе, во все остальное, я состав только вот Тягость и кто-нибудь из вратарей ПСЖ. А что касается Германии, то там, ну, там есть тоже варианты. В принципе, я уже все собрал. Еще мой совет. Обязательно, чтобы 2-3 человека на центр поля, на краешки, чтобы понять, и нападающие. Желательно, чтобы это было не просто какое-нибудь, знаете, изменение в игре. Еще вам совет даю. К примеру, если у вас ПФЗ, ПФД, они не сыгранность, они на вашу сыгранность. Потому я считаю, выпускаются скамейки. Скамейки, эта сыгранность не так сильно заметна визуально. То есть вы не сразу потеряете. Вы выпустите, да, он сидит в оборону. Во-первых, он проигрывает маленькому. А он, во-первых, и поматывает сзади на обороне, а сына подключается. Плюс он свежий. Касается Тауина. Он скоростной, он... Может вам помочь, потому что он достаточно ловкий. И у него есть дальний удар. Сила дальних ударов, разгон. То есть, ну, он другой форвард. Он из глубины. Ну, и постоянно подстраивайте новое. То есть, создавая ситуацию на поле, что атакующая мощь могла... Если вы играете в контроль, делайте так, чтобы был один контроль в матче. Как это делать? Там узко. Узко в обороне. Ебитель контратак. То, мёрку опускаете в зад. И два напа, просто караулы, навесы и выбросы. Высокие. Один высокий. Всё. Высокий, засковый. И стоит курит. Так. Всё ещё осталось. В FIFA, в принципе, всегда было то, что можно собирать всякие наборы и вам дают, знаете, какие-нибудь задания. Собери такой-то набор и получи там Диего Косту. Ну, вы знаете, да, самые такие прям мизерные. Советую вам выдвигать. Ну, вначале пройдите. Пока у вас бабок нету, какие-нибудь, знаете, самые обучающие наборы. Они вам помогут, во-первых, кого-нибудь, кто-нибудь может... Да. И, во-первых, вот видите, первые шаги. То есть вы выполнили наборы и вам дали там бронзу, серебро. Да без разницы. Вы просто их можете потом либо продать, либо просто пихать. Мне, к примеру, попался Тулисо из Баварии, который стоит около десятки. Ну, и классно в центре поля. Они у меня с Горецкой там выедают. Второе. Первые задания. Советую сразу их пройти. Потому что, во-первых, даётся бабло. Их здесь пять. Пять на пять. Это у нас получается двадцать пять. Двадцать... Ой, какой пять? Пять и четыре. Двадцать заданий. Где вам даётся наборы? Где вам будут даваться бабки? И вы сможете с помощью них, как вы говорите, тоже подняться. Самое главное вам подняться. Ежедневное задание. Ну, купить игрока. Это вы понимаете, да? Там купили игрока за 350, получили 350. Там забить за Германию. Ой, это как раз для меня. Продлить контракт. Ой, да без проблем. Берёте игрока, у которого там смотрите, у кого сейчас заканчивается. Так, кто у нас? Ну, вот. Это сто процентов игроков. И сами, главное, запомните. Никогда не давайте контракты, большие контракты, тем, кого вы будете менять. Да, это круто, вы его потом можете продать чуть дороже, но это того не стоит. Ещё. Главные тренеры. Почему они важны? И зачем их собирать? Сейчас вам объясню. Смотрите, к примеру, у меня есть контракт на 28. Но у меня есть бонус карта. Плюс 50. То есть он получит контракт на 44 матча. Как так делается? На этом, ну, это вообще элементарно. Сейчас вам покажу. Так, и наша награда. Ну, бронзовый набор, который нам, конечно, ничего хорошего, я думаю, там не будет сули. Никто топовый там не попадёт. Но, во-первых, там попадутся 100%. Контракты, которые... Да. Отправляем к клубу тренера. Контракты. По игрокам, конечно, сразу пробиваете. Дорого, недорого стоит. Эмблемы. Шляпа. Шляпа, шляпа. Если смотреть, что не всё дорогое. 77 монет. До свидания, ребят. Так, сейчас вам покажу, что значит умножение контрактов. Заходим в мой клуб. Да. Поиск игроков. Сразу нажимаем отмена. И мы с вами слазим в своём клубе. Вы смотрите, где у вас эмблемы игроков. То есть, нам нужен персонал. Вот они, видите, 50% контрактов. Что это такое вообще? Это даёт к вашим контрактам увеличение скиллов. То есть, вот у каждого тренера есть, да, переговоры плюс 3%. Это если позолочены. Если, к примеру, обычный, рарный, то он плюс 1 даёт. Если бронзовый, серебряный, рарный, то он плюс 2. Если обличный, серебряный, то он ничего не даёт контрактов. Так же, как и бронзовый. Только позолоченный бронзовый что-нибудь даёт. Собирайте тренеров, тоже вам советую. Прямо, по минимуму, 200 монет заряжайте и покупайте тренеров. На начальных этапах это очень круто. Потому что, как вы только соберёте контрактов плюс 50, это вам, ну, 44 матча. Это, по сути дела, 3 сезона. То есть, игрок на 3 сезона вы забываете про игрока совсем. Что у него контракт может закончиться. И, следовательно, вы не тратитесь на контракт. Ну, довольно, знаете, такая затратная вещь. В начале, но в перспективе, вы экономите достаточно много монет. То есть, ну, здесь уже нужна просто математика элементарная. Дальше. Главные тренеры, физ-тренеры, тренеры-вратарей, физиотерапевты. Вам советую начать это прокачивать, когда у вас есть хотя бы 10 тысяч монет. Во-первых, игроки становятся лучше, располагаются, лучше бегают, я не знаю, лучше защищаются. Но это реально визуально, это ощутимо. Просто поверьте. Может показаться физ-форма, ну, я думаю, здесь легко понять, что игроки меньше устают. Тренеры-вратарей, ну, вратари менее деревянные. И физиотерапевт, это то, что они у вас меньше ломаются. Вот я, к примеру, вообще не качаю ногу. И вы не поверите, у меня 3 человека на травме и все с ногой. Либо с коленом. Ну, понятно, что они, да, распространенные. Но тоже время, тоже это как-то влияет. Что касается главного тренера, то это реально сказывается на игру. Вот попробуйте просто один матч сыграть с нулем, чтобы все было по нулям. А потом купите все вот по 50. Вот реально по 50. И разница будет, когда контраст есть очень большой, когда есть маленький контраст. То есть вот сейчас, как у меня, то есть я темп не знаю, что у меня 40 или 50. Ну, когда темп 0 и 50 процентов увеличения, то вы поверите, вы сразу заметите, они двигаются чуть-чуть по-другому, и с приемом менее проблем, и устают меньше, и как-то и удары, я не знаю, что ли, поточнее. Ну, есть, есть вот это вот. Просто вам говорю, поверьте. Попробуйте для себя. Сразу говорю, отнеситесь сейчас к ультиматам, как, ну, как вам сказать, как менеджеру. То есть выбирайте для себя тактику. Можно даже две тактики. То есть одна играет одна команда, другая другая. Запомните, всегда делайте замену. Да, это лишний там контракт у каких-то пацанов. С заменами этими. Во-первых, вы имеете в виду. Во-вторых, сыгранность. Запомните одно. Десять игроки, когда сыграет один со всеми, у них есть сыгранность. И они лучше понимают себя на поле. Потому та же заменка, если купили игрока, вы его сразу в основу не ставьте. Вы через заменку. Матч 2 через заменку, потом в основу. И делайте заменами. И вы сразу заметите этот дисбаланс. Вы там купил Локозетта, я его сейчас ставлю сразу в старт. Даже пускай он арендованный. Я к нему привыкаю. Я привык, как играет тот состав. Он у меня идеально играет. Я понимаю, что когда я приду в первый дивизион, то, условно говоря, меня там вот так он будет возить по полной. Потому что... Вы сами понимаете. Потому что там будет немного другой уровень сопротивления. А это самое главное. И там будут пацаны, которые в FIFA не первый день играют. То есть, если в 10-м дивизионе ты попадаешь на пацанов, которые там только открыли FIFA, и, в принципе, если ты довольно часто играешь, ты их можешь выстегать по полной, то в первых дивизионах там уже, извини меня, там уже тяжелее намного, потому что там уже и составы будут топовые у всех. То есть, там проходного не будет. И, конечно, довольно тяжеловато играть. Там уже на моральном валевых, и там каждая мелочь, вот реально каждая мелочь будет влиять. То есть, условно говоря, даже угловые отрабатывайте, чтобы как наигрывать для себя. Чтобы как они будут двигаться. Я не знаю. Заходите на угловых. Заходите на стройки угловых. Там же есть... Набегают на ближнюю, на дальнюю. Смотрите, как они набегают на ближнюю. Смотрите, как они набегают на дальнюю. И одинаково для себя подаете. Либо разыгрываете и подаете. Если вы научитесь идеально разыгрывать угловые, штрафные, и все остальное, это для вас небольшой плюс. Вы начнете забивать оттуда голы. Соперник там, условно говоря, если вы будете иметь два, три варианта розыгрыша, соперник, он просто не будет знать, как вас остановить. И угловые станут для него просто реально каторгой. Откуда он будет постоянно пускать голы, и будет материться. И этот небольшой плюс, небольшое преимущество, оно на вас просто сыграет. Не забывайте так же всегда заходить в каталог. В каталоге есть, потому что увеличение монет, которые реально очень сильно добавляют бабла. Увеличение команд, это, знаете, список команд. Я стараюсь этим не пользоваться, потому что это лишний тракт. 18 команд там. Контракт на 99 матчей, это то есть, купил я себе Лемара. Я знаю, что он у меня. Я на нем делаю акцент. Это вот мой ключевой игрок. Я ему спокойно могу давать 99 матчей, и вообще не париться по поводу него. Он у меня будет всегда играть. Формы взяли, продали, к примеру. Еще очень важная тема увеличение списка трансферов в фуд. Я стараюсь ее сразу себе брать, чтобы добить ее до 90 ячеек, и 90 предметов я могу себе выставлять на трансфер. Это круто. Это я могу весь шлак свой продавать, там бронзовый, не бронзовый и тому подобное. И в то же время я могу зарабатывать на рынке. Игроки в аренду, это самое главное, особенно для начинающих игроков, как можно больше и берите, и постепенно к ним подводите вот ваших игроков, которые вам нужны. Ну не знаю, в этой 18 версии мне не особо нравятся арендованные игроки. Как-то здесь вот некоторые чемпионаты они очень сильно обидели. То есть есть Нойер, есть Сули, но нет ни одного нападающего немецкого. То есть нет ни Левика, ни Бумьянга, и как бы это у меня немножко... Ну как, а Бумьянг был, но он у меня кончился, и все. С одной стороны, могли бы хоть как-то добавлять, например, если Абби кончился, ну дайте какого-нибудь другого там, ну не знаю. В принципе, на этом, наверное, все по мануалу прям. Больше здесь для начала нету. Смотрите себе схему, прям делайте ее под себя. Вот смотрите, какой вы футбол играете. То есть если у вас очень хорошо развиты контратаки, то прям в начале матча сразу прям ставите на стройках, ну не в настройках, на стике, ставите схему и тактику атака. Не знаю, определите глубину защиты не атака, а защита, чтобы они чуть глубже действовали. И тогда у вас будут создаваться эти для контратак. Если вы наоборот любите контроль мяча, делайте для себя тактику под контроль. То есть вы смотрите, как вы играете, не как игроки. А игроков вы уже подбираете под это. То есть если вы хорошо играете в контроль, то вам на позиции нападающих идеально игрок, который хороший, баланс, не обязательно, чтобы у него скорость была, чтобы у него был пас. Условно говоря, фикир нападающего сыграет безупречно в этой такте. Если вы же играете в контратаке, то здесь идет скорость, я не знаю, локазеты, абамьянг и, я не знаю, скоростной нападающий какой-нибудь Бернер. Во, это вообще просто безумная скорость у напала. Он реально очень развит в этом плане. Если вы в контроль, если вы играете в контратаку, и горецкая, это идеально, потому что они могут отбежаться, либо кампль. Очень хорошая скорость, то есть, прям вообще улетать. Фланги закрывают без потери. То есть, не смотрите, что он ЦАП. Вы его спокойно можете ставить правым. Он по футвизу, вы увидите, что он идеально может закрыть. 81 у него правый хав и левый хав. Ну, в зависимости именно ЦП, ЦП, если у него будет не ЦОП, не ЦАП, и в то же время ПП. То есть, ну, правый полузащит. Если у него там идет правый, фланговый, то да, там уже будет еще ниже сыгранность. То есть, да, тоже смотреть по игрокам. Сыгранность это одно, да, которое у него сыгранность. А таки... А сыгранность это одно, а именно возможность игрока на какой-то позиции играть, это немножко другое. Ну, тоже, да, идеальные схемы сыгранности, это крутая тема, и я вам советую собирать не с одного чемпа, а с нескольких чемпов. Например, одно национальность или еще что-то, ну, тоже тема хорошая работает. Ну, в принципе, на этом все, я думаю. Если кому понравилось, кому было интересно, кто-то что-то новое для себя узнал и, я не знаю, реально открыл истину, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делайте репосты, это реально очень приятно и это заставит меня, к примеру, сделать новые видео, там, лавхаки, какой состав лучше собирать, какой там состав будет бомбический, как за меньшие деньги собрать реально состав, который будет нагибать здесь даже черные карты, здесь реально сделано 18 пифе, что более-менее слабым составом, то есть этим составом я спокойно нагибал составы с черными картами и, причем, довольно уверенно, то есть здесь, как бы, я не знаю, такой рандомчик, если ты хорошо играешь, то ты хорошо играешь, если у тебя состав более-менее боеспособный, нет такого, что тебе обязательно нужен Криштиан и Месси и ты им любого вынесешь, даже если чувак нормально играет, у него нормальный состав, ты его вынесешь, потому что у тебя есть топовые игроки, здесь уже больше зависит от рук, ну и самое главное результате, смотрите футбол, любите футбол, и не забывайте, конечно, подписываться.